Всем добрый день. Сегодня у нас 12 мая, 24-й год. Впервые я еду из города Алматы поездом Бишкек-Новосибирск. Это, получается, киргизский. Так, как это будет правильно называться. В общем, киргизский. Так вот, вот я специально взяла мешочек. Это будет Каргас Кемжолу. Компания. Вот, вот такое. Видать, на киргизском, русском и английском языках написано. Ну, что хочу сказать. Ну, когда я зашла, я заходила, так темно здесь было. Я смотрю, там, боже мой, савдеповский старый вагон. Потом так посмотрела. Слушайте, ну, дорожки у них прям в деревне сейчас. Все время был горячий чай. Туалеты, там, таза. Белье у них очень интересное такое. Сейчас я покажу вам белье. Тоже чистое. Вы знаете, вот, ощущение чистоты очень-очень такое. Бывает, иногда мы, именно, чистота вот, прям она вот в воздухе летает, и ты прям ее чувствуешь. Вот такие вот двери. Вот такие двери. Ну, ну, все в таком сохранности, насколько можно было. Наверное, этим вагоном, они, наверное, старше меня, эти вагоны, ну, сохранность очень хорошая. И что я хотела вам показать? Хотела показать вот белье, да? Вот хорошее, наверное, такое, знаете, хэбэшка прям вообще. Вот хэбэшка и хэбэшка. Вот такой, какая-то вот вышивка тут такая, наверное, их. Потому что это прям, кажется, вышивка. Да-да-да, вышивка. Вот это вот первый раз еду к кыргызскими. На кыргызском говорят, на казахском говорят. Ну, языки-то у нас схожи. И на русском языке, вот вы видели расписание, расписание трех стран. Кыргызстан, Казахстан и Россия. Я хочу вам сейчас показать туалет. Я в туалете ничего не буду говорить. Вы знаете, что в туалете мы не разговариваем, а комментарии я потом скажу. Казахстан Ну вот, вы посмотрели туалет, конечно, после вот этих современных туалетов, это, конечно, очень просторно, прям зашел и аж это чувствуется, что когда-то проектировали мужики для толстых мужиков, вот эти туалеты, вот я вам показывала, да, я вам такая дорожка, во-первых, дорожки прям, мы когда зашли, они как-то новые прям, либо с химичистением, и вот такая вот, я не знаю, как это назвать, дорожка на дорожке, ну, в общем, вот такая штучка есть, вот часто в советское время вот так вот выкладывались на дорогу, и самое интересное, когда мы пришли, естественно, раз в Алма-Ате был дождь, но мы наследили, наследили, и буквально через некоторое время, о-па, я не знаю, как они это сделали, вот так-то за, так-то за, пожалуйста, очень приятно, вот смотрите, линолеум, да, ну, то есть, сохранили максимально, вот, умение сохранять и поддерживать в хорошем состоянии, это тоже очень-очень важно, вот это вот, хочу еще обратить внимание вот на вот эти ручки, эти ручки, как вам объяснить, раньше здесь были круглые такие ручки, да, в советское время, а сейчас они сделали, как из профиля, сяхта металлическая, ну, она такая, вот она гладенькая, безопасная такая, вот эти, вообще, как в советское время мы вот эти вот выглаживали прям идеально, вот такие же вот тут шторки, окна уже современные более-менее, да, да, окна уже более-менее современные, а, кстати, я еще хотела с вами поделиться, мне нужен всегда посадочный талон, потому что мне необходим посадочный талон, я попросила у девушки проводника, чтобы она мне дала талон, и мне выписали талон вручную, с печатью, канцелярия, так интересно, как будто, да, в Советский Союз окупилась, когда смотришь степь, столько цветов, столько красоты, столько птиц, животных увидели, вообще, конечно, такое время, еще раз хочу сказать, вот, на ютюбе найдите ролик, называется, краски цветущей степи, такой, знаете, почти два часа идет этот фильм, ну, красота, как и они сняли, вот, я всегда была влюблена в нашу степь, часто рассказываю свою историю, когда я в 1987 году ехала с Москвы в поезде, и как вот мы проезжали Россию, тогда это был СССР, для нас это была единая родина, но даже тогда мы все время ощущали, что что-то не то, вот как-то не так, не так должна течь жизнь, в плане того, что какие-то отношения, я поехала в Москву поступать с направлением, но в Москве в ГИК, в ГИКе меня стали гонять, почему-то моя справка 086 не та, в общем, гоняли меня, гоняли, и дядька мой, Султанов, ой, Мирамов, Мирамов был депутатом Верховного Совета СССР, от Казахской СССР, у него дома я была, в тот момент, когда поступала, и он сказал, Казым, Казымай, Москва на кара, берем карапшек, и его кайт. Пьетлах была удивлена, он говорит мне, а, на восемь, давай произнесу, ой, девочка моя, красавица моя, посмотри Москву, какая красивая, посети красивые места, и езжай обратно в Казахстан. Не ги, не ги, ага, Мирамов, Сувикильден, Минде, Жодамавар, направление у меня есть, ой, да, а, нет, теперь на русском, почему, почему, надо возвращаться в Казахстан, у меня же направление, мне сдать один экзамен, я поступлю, он мне сказал, ой, девочка моя, я избран на 4 года, мой срок заканчивается через 2 года, депутатский срок, но в августе я уже возвращаюсь в Казахстан, и внимательно на меня смотрел, поняла ли я намек, или не поняла, я на него внимательно смотрела, и ничего не поняла. Когда тебе 17 лет, навряд ли ты такое поймешь. 18, 18 лет не было. Ну вот. Не мог же он открыто мне тогда сказать, наверняка там была прослушка, открыто сказать, что нас казахов всех теперь депортируют из России. Оказывается, инструкция была, пригласная инструкция, как это очень часто было в Советском Союзе, дискриминационная. Была дискриминация по национальному признаку, что казахи никто не имеет права занимать какие-либо должности, поступать в институты до Челябинска. Вот. То, что за границей Челябинска, все уже для казахов, после декабря 1986 года было недоступно. Ой, я этот ролик хотела записать, когда мы будем стоять. Скоро уже семей. Буду выходить. И вот, что я хочу вам рассказать. Я хочу вам рассказать, что я так тогда расстроилась. Купила билет Москва-Павлодар. Тогда поезд шел трое суток с Москвы до Павлодара. Легла на верхнюю полку и ехала, плакала все время, ехала, плакала о том, что я не поступила. И какие бы красоты не окружали в тот момент, когда красивые сады, поля, красивые рощи. И когда в какой-то момент меня разбудили там рядом едущие пассажиры и говорят, девочка, девочка, проснись, ты посмотри на Волгу. Какая Волга. А я плачу, плачу, засну, посплю, проснусь, опять плачу и опять дальше спать. Я смотрела на Волгу. Красота, красотища. От горизонта до горизонта. И вспомнила слова Рериха, семьи Рерихов, когда они в 1905 году или в 1904 году были в Павлодарской области. Ну, сейчас она называется Павлодарская область, но тогда в те времена. И описывали Ертыш как от горизонта до горизонта. Вот такой был Ертыш у нас. И когда мы заехали, пересекли границу и я увидела свои казахские степи. Я смотрела на них. Я опять начала плакать. Я опять начала плакать, потому что ничего роднее, чем твоя земля. Нет. Ничего роднее, чем твоя земля. Нет. Какие бы красоты тебе не показывали чужие красоты, Своя земля, своя красота. Это свое. Есть же такая пословица красота, то красота, да не наша. Вот так вот. Я вообще против того, чтобы землю передавали в частные руки, именно вот такие большие участки. я считаю, надо максимально сделать так, чтобы земля оставалась в руках государства, чтобы это было государственное. А, кстати, казахстанцы, кто из вас реализовал свое право на получение земли от государства? 10 соток для строительства и 12 соток дачного участка. Вы можете получить абсолютно везде на территории Казахстана воспользоваться этим правом. Ролики у меня есть на ютюбе. Как получить землю. Все, всем пока. До встречи на нашем канале. Субтитры подогналю.